Здравствуйте! В эфире программа «По существу». Меня зовут Галина Титарчук. Сегодня поговорим о культуре безналичных расчетов. В студии национального телевидения гость – начальник управления казначейства Министерства финансов Чувашии Игорь Николаевич Смирнов. Здравствуйте! Добрый день! Как показывают многие исследования, главная причина того, что люди не пользуются банковскими картами, не расплачиваются онлайн – это недоверие банковскому сектору. Какова доля тех, кто расплачивается банковской картой и осуществляет онлайн-платежи в нашей республике? В настоящее время, согласно последним исследованиям, у нас в целом по Российской Федерации почти половина платежей населением осуществляется уже с использованием банковских карт. При этом Чувашская республика занимает 38 место среди 85 регионов страны. И доля товаров и услуг, которые у нас оплачиваются при помощи банковских карт, составляет 31%. С 2018 года у нас в республике действует проект «Безналичная Чувашия». Согласно дорожной карте, по этому проекту у нас определены основные индикаторы, которые мы планируем достичь к 2020 году. Мы, по состоянию на 1 января текущего года, подвели промежуточные итоги, которые свидетельствуют о возрастании популярности проведения безналичных платежей населения. Так, доля граждан, которые получают пенсии и иные социальные выплаты безналичным путем, у нас возросла с 2017 года с 36 до 43%. При этом мы уже опередили показатели, которые запланировали для себя на конец 2020 года в 40%. Также доля кредитных организаций, которые осуществляют доставку пенсии и иных социальных выплат безналичным путем, у нас увеличилась с 59 до 68%. Что касается коммунальных платежей, здесь тоже произошел значительный рост в сфере безналичной оплаты с 40 до 64%. Ну и при оплате безналичной проезда в общественном транспорте также у нас произошли значительные изменения. Как известно, с декабря 2018 года у нас действуют технологии оплаты проезда безналичными банковскими картами на территории городов Чебоксары и Новочебоксарск. И доля безналичных платежей за прошлый год выросла с 55 до 65%. Ну и соответственно в этом году мы ожидаем также значительный перерост в связи с внедрением данной технологии. Ну и наконец, самый главный показатель – это доля безналичных расчетов в общем объеме операций с использованием банковских карт. Она у нас с 2017 года выросла с 24 до 30%, то есть практически на 25%. Ну вот смотрите, чтобы все-таки осуществлять безналичные платежи, нужно оборудование. Все ли торговые точки, все ли места оборудованы у нас необходимой техникой? Да, сейчас у нас как раз в этом направлении банками осуществляется значительная работа. По данным отделения Национального банка по Чебоксарской республике, по состоянию на 1 января текущего года у нас электронными терминалами оборудованы 21 700 торговых точек, тогда как на конец прошлого года это количество составляло порядка 16 200 точек. То есть рост значительный также в этом направлении, порядка больше, чем на треть. Также на 5% у нас увеличилось количество банкоматов и платежных терминалов на территории Чебоксарской республики. И также значительно среди них возросла доля банкоматов с функцией приема наличных с 51 до 60%. Также необходимо отметить, что у нас с 2018 года также идет активное оснащение государственных и муниципальных учреждений платежными терминалами. По состоянию на текущую дату у нас оборудовано порядка 400 государственных муниципальных учреждений данными платежными терминалами, причем в том числе и образовательные организации, которые оказывают платные услуги. Ну и начиная с этого года мы уже начали активную подготовку к оборудованию многофункциональных центров, которые расположены на территории Чебоксарской республики, также платежными терминалами. Ведь, как известно, если раньше, приходя в МФЦ, в Госпошину приходилось оплачивать либо в сторонних организациях, либо в ближайших устройствах самообслуживания, то мы планируем со следующего года уже полностью оснастить МФЦ терминалами. То есть, гражданин, приходя за получением государственной услуги, соответственно, может сразу же в этом же окне оплатить и Госпошину, не прибегая к услугам сторонних организаций. То есть, время значительно сокращается? Конечно. Потраченное. Хорошо. Это в городской местности. А как дела обстоят в сельской местности? Как там идет продвижение безналичных расчетов? В настоящее время с целью продвижения безналичных расчетов и в сельской местности у нас одним из ведущих банков разработан уникальный сервис и готовится к внедрению под названием «Агентская сеть». То есть, основная суть этого проекта в том, что банком заключается договор с магазинами-партнерами. И в данных магазинах устанавливаются и терминалы для безналичной оплаты, и онлайн-кассы. То есть, население, непосредственно уже приходя в магазин, может получить доступ к основным банковским услугам, в том числе снятие наличных, проведение платежей, переводов. Как известно, сейчас оплатить покупки при помощи банковской карты намного проще и удобнее, чем наличными деньгами. Ведь особенно с внедрением бесконтактных банковских карт. Ну и кроме того, конечно же, кэшбэки, бонусные программы, программы лояльности банков, в том числе льготные периоды кредитования по кредитным картам. Как известно, их сейчас существует такое множество, что, в принципе, выбрать для себя тот банк и ту бонусную программу, которая подходит именно вам, не составляет никакого труда. То есть, выбор есть в любом случае. Давайте конкретный пример приведем. Человек, который получает среднюю зарплату, какую выгоду он может получить, используя как раз существующие программы лояльности банков? Ну вот, да, возьмем даже человека со средней зарплатой, которая у нас порядка 25 тысяч сейчас составляет в республике. Ну, пусть там минус налог, минус небольшие израты наличными деньгами. И возьмем в чистом остатке 20 тысяч, которые можно положить во вклад в депозит банки. И остальные расходы совершать при помощи кредитной карты. Период кредитования льготный по кредитным картам в большинстве банков сейчас составляет порядка 50 дней. То есть, на следующий месяц мы при помощи своей очередной зарплаты гасим задолженность по кредитной карте, не уплачивая проценты. Ну и, соответственно, из месяца в месяц повторяют данную схему. В итоге, в конце года мы имеем депозит наш банкин, который будут начислены проценты. Взять даже среднюю ставку 7%, это будет 1400 рублей. Ну и плюс кэшбэк по нашим безналичным операциям, которые, если брать 0,5% ставку, которые сейчас так средние, по кэшбэку, это 900 рублей на сумму безналичного оборота. То есть, в итоге за год 2300 рублей, практически ничего такого не делая. Он предпринимает, да, и получает приятную добавку. Да, и это мы еще, честно говоря, взяли не самую высокую ставку по депозиту и не самый высокий процент кэшбэка, который сейчас предлагается. Давайте все-таки поговорим не только об удобстве банковской карты, но еще о надежности. Ее надежно можно успешно хранить, спрятать, там, я не знаю, но все-таки есть, существуют правила безопасности. Ну, конечно, и на самом деле данных правил не так уж и много. То есть, никому не давать свою карту в пользование, не сообщать никому реквизиты и, конечно же, не выкладывать в интернете. Никому ни в коем случае не сообщать свой пин-код от карты, в том числе и даже и сотрудникам банка. Ну и, конечно же, не хранить пин-код совместно со своей картой. Вот здесь могу привести даже такой пример одного моего знакомого, который опасается потери своей карты. Вместе с картой постоянно лежит бумажечка, на которой записаны три четырехзначных числа. То есть, расчет на то, что если вдруг карта будет утеряна, кто-то ее найдет, пытается вместо пина использовать вот эти три числа. Соответственно, на третьей попытке карта будет заблокирована. То есть, наш народ уже самостоятельно ищет какие-то методы, чтобы обезопасить свои избережения от мошеннических действий каких-то. Очень хитро надо взять на вооружение и посоветовать тем, кто еще не знает, как пользоваться карточкой. Все-таки о безопасности нужно думать всегда. Ну вот многие стали совершать покупки в сети. Очень у нас это теперь популярно, когда мы совместные закупки какие-то. Но там же тоже обманывают, там же тоже есть свои мошенники. Вот как здесь быть? Ну, что касается интернет-магазинов, здесь главное правило, конечно же, постараться не оплачивать товары авансовыми платежами, а постараться, естественно, при получении оплатить безналичным путем. Ну и самое главное, конечно, тоже выбирать те магазины, которые у нас уже зарекомендовали себя с положительной стороны, как надежные партнеры. Ну и, конечно же, при возникновении любых сомнений вдруг, если, например, вам будут предлагать также настойчиво оплатить авансовый платеж, ничто, конечно, не стоит отказаться от данного магазина и найти любой другой, которых сейчас, в принципе, очень много. Спасибо большое, Игорь Николаевич. Приходите к нам еще, я думаю, к этой теме мы вернемся не раз, и еще побеседуем о других нюансах безналичной оплаты Чувашской Республики. Спасибо. Приглашайте. Я напоминаю, у нас в гостях сегодня был начальник управления Казначейства Министерства финансов Чувашской Республики Игорь Николаевич Смирнов. До встречи в эфире. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА